Ну чё, ребят, всем целом, с вами снова я, сегодня у нас будет такой обзор на Бугатти, да не на одно, а на две. Насколько бы я не любил бы эти спорткары, мне придётся делать их, обзор, точнее, обозревать их, просто потому что я понимаю, что мне снимать потом будет нечего, и поэтому надо снимать то, что надо. Во-первых, Веерон и Чирон, это разные вещи, Широн, Чирон, не знаю, как хотите таки называть, я буду его назвать Чирик в этом видео, Веерон буду назвать, не знаю, будет как Веерон, потому что он и так Веерон, ну понятно. Веерон можно купить на Купор ПГ за миллион, а Чирон можно уже купить за 2 миллиона. Да, цена большая, да, особенно когда самая большая зарплата, это 5 тысяч за 10 минут получается. Да, начинаем вообще про то, что, как отличить, чем отличить Чирон от Веерон? Да, вообще всем, то есть, буквально всем, то есть, Веерон более округлый, Чирон более тоже, ну, уже угловато-острый, то есть, даже вот здесь вот вы можете видеть то, что... Как сделана фара, придается... Оскар, да, оскар, придается больше злости и больше негатива. А Веерон, наоборот, он как шел, то есть, вот как от капота шел, так и остается. Сама фара просто врезана в этот, ну, в принципе, ничего такого. Нижние губы остаются такими же, как у Чирона, так и у Веерона, а фары, точнее, оптика поворотов уже отличается. Ну, как у всех. То есть, здесь мы видим отчетливо, а здесь же, ну... Не знаю, я бы не увидел. Буквально, то есть, вот ты вот эту вот линею только ночью увидишь. Переходим дальше. Зад, зад, ну, обоих у них, получается, здесь... Опа, давайте-ка мотор посмотрим, тут что-то написано. А, вот, он буквально бугатевский. Можно ли так говорить, я не знаю, ну, ладно. Якухаму? Что? Ладно. Зад полностью изменяется, так как тут тоже больше острия, больше злости. Здесь же просто... Просто... Круглешок. По скорости 600 и 1000. То бишь, да, у них разница 400 км в час. Это довольно-таки много. Если вы будете вообще даже говорить про машину, то... Тысяча км в час. Здесь на Купор ПГ ты не разгонишь вообще практически нигде. Ну, я даже не разгонял. Хотя даже это я, который практически не умеет делать чипы, так что... Я не знаю, может быть, то-то и разгонял. Я разгонял максимум до 70-100 или до 80-100. Ну, в принципе, всё. Говорить про салон, ну, то есть, буквально про салон, я не думаю. Потому что, ну, он изменяется только лишь немногими чертами. Да и то, сама машина новее. То бишь, самим можно понять, что... То есть, вот тут более круглое. И, кстати, тут салон и вот здесь салон. Мне больше нравится салон у Вейерона. Просто потому что, что он больше такой интересный. И, кстати, суперспорт написано. Ну, вот так вот как-то. Кататься я на них не буду, потому что это жрущие... Жрущие куски, так что я не буду на них кататься вообще. Даже на повседневности я их брать не буду. Если вам понравилось видос, не знаю, пишите комментарии, что мне дальше снимать. Потому что я уже не знаю, что вы хотите. Потому что я снимал уже буквально всё. И не по разу. И не по два. Порой даже не по три. Короче. Если вам интересно видео про суперкары, пишите. Я это про них буду делать. Хотя это, наверное, уже гиперкары. Будут считаться Чирон и Вейерон. Ну, то ладно. Кстати, интересный факт. Вейерон у него... Он стоит целый миллион. И едет 600. Но ниже его идет Ламборгини Эгоиста. Которая стоит практически миллион девятьсот семьдесят тысяч. Она стоит. Именно девятьсот семьдесят тысяч, да. Если не ошибаюсь. И она едет всего пятьсот восемьдесят. Вот. То есть, там двадцать километров разница. Либо пятьсот шестьдесят, либо пятьсот восемьдесят. Вот, в общем-то, так. Ну, эти тачки я не думаю, что я буду продавать Чироны. Точнее, Бугатти. Просто потому что, что это слишком дорого. И продавать их, ну... Это надо найти человека. Который возьмет эти машины. Ну, а с вами был я. Всем до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok